В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел очередную встречу с предпринимателями муниципалитета. Самое важное – это понимать и знать, куда мы движемся. На одном льду со звездами спорта в Мисайлово жители округа сразились в матче с легендами хоккея. Праздник спорта в новых районах приобретает особый смысл. В Центральном парке прошло праздничное мероприятие, посвященное 8 марта. Сегодня здесь очень трогательно, приятно. Нравится, что очень много мам гуляет с детками. Реконструкция дорог и организация движения транспорта в северной промзоне города Видное – такой стала главная тема, которую обсудили на очередном бизнес-завтраке. Глава Ленинского округа Станислав Катаров провел встречу с предпринимателями в формате круглого стола. Подробности узнал Максим Козлов. Более 70 различных предприятий работают на территории северной промышленной зоны города Видное. На одной из первых встреч предприниматели обратились к главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову с просьбой помочь в ремонте дорог промзоны. На очередном бизнес-завтраке масштабный проект развития дорожной сети представил начальник профильного управления администрации муниципалитета Андрей Пальтов. Что мы предлагаем? Первое – это ремонт автомобильных дорог, уширение дорожной тропиночной сети, создание парковочного пространства, плюс установка освещения. При составлении проекта с методом документации по ремонту автомобильных дорог мы учитывали несколько показателей. Самый главный показатель – это качество асфальта. Через промышленную зону проходят четыре дороги общей площадью 36 тысяч квадратных метров. И уже сейчас, на этапе первоначального планирования, стоимость работ оценивается в довольно внушительную сумму. Целиком весь проект в 300 миллионов рублей мы сейчас в один год точно не потянем, либо тогда его придется делить на несколько лет и делать этапами, либо, соответственно, можно попробовать предприятиям промышленной зоны нашей поучаствовать в создании этой такой комфортной среды для себя. Схема совместного финансирования строительства различных объектов широко используется в работе администрации округа. Достаточно вспомнить инициативное бюджетирование, когда местные жители принимают финансовое участие в возведении различных социальных объектов. К тому же предприниматели смогут вносить свои изменения в проект, что также было озвучено на встрече. Это отправить непосредственно предпринимателям, для того, чтобы они могли все это посмотреть, еще раз убедиться, подходит им это или нет, может быть, внести какие-то корректировки. Мы получим обратную связь от вас, от предпринимателей, вынесем эти коррективы. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров – частый гость на предприятиях округа, что позволяет быть в курсе вопросов и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Он уверен, что идея совместного финансирования проекта найдет поддержку среди бизнес-сообщества. Те предприятия, с которыми мы общались персонально, выражали свою готовность участвовать или просили хотя бы дать возможность сделать им это рядом с собой. Поэтому я уверен, что поддержку предприятий в реализации этого проекта мы получим. Самое важное – это понимать и знать, куда мы движемся. И второе – это включаться в общее движение и действовать сообща, и тогда нас ждет успех. Планируется, что проектно-изыскательные работы начнутся в ближайшие месяцы. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Красавец в погонах поздравились в 8 марта. Видно, в Скадетской школе искусств женщинам-полицейским были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, а также цветы, добрые пожелания и улыбки. Быть в форме для многих девушек-полицейских – именно этот критерий стал одним из главных при выборе профессии. Не исключение и Анна Воронина. Носить скетели, служить в правоохранительных органах – была мечта детства. Трудности, ну, везде есть свои, как бы, нюансы, но это ничего, перекрывает интерес к работе, опять же, коллектив, то есть, все это перекрывает всякие минусы. На сцену за наградами представительницы прекрасной половины УМВД по Ленинскому городскому округу поднимались не в форме, а в платьях. В праздничный вечер в честь виновниц торжества прозвучало много нежных слов и добрых пожеланий. Очень важно, чтобы работа и семья очень гармонично сочетались. Тогда будет гармония, будет любовь, будет все так, как вы захотите. Хочется, чтобы этого праздника у вас в душе было много. Вы – это то, что двигает мужчин на подвиг, то, что двигает мужчин на созидание, то, что двигает просто мужчинами для того, чтобы они могли самореализоваться. Поэтому самое главное, чтобы мужчины всегда были рядом с женщинами, а женщины всегда были рядом с мужчинами. Милые женщины, огромное спасибо вам за ваши добрые сердца, отзывчивость, оптимизм и жизнелюбие. Позвольте в этот чудесный день пожелать вам мира, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Оставайтесь всегда такими же очаровательными и неповторимыми. Женщины-полицейские несут службу практически во всех подразделениях УМВД и успешно справляются со своими обязанностями. Очень нравится работа, очень нравится общение с людьми, помогать людям прежде всего. Коллектив у нас просто замечательный. Наверное, работа – мои мечты. Туда приходишь как домой, как свою семью. После торжественной части вечер продолжился праздничным концертом. Перед гостями выступили коллективы школы искусств и приглашенные артисты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. В Историко-культурном центре прошло торжественное посвящение школьников в молодежную организацию «Движение первых». Подробности о Юлии Стаферовой. Участники «Движения первых» занимаются волонтерством, сохраняют историческую память о героях прошлого и настоящего, проводят спортивные соревнования. И это еще не весь список занятий. Поэтому каждому найдется дело по душе. В настоящее время отделение организации, созданное во всех муниципалитетах Подмосковья, в «Движение» регулярно принимают новых участников. Я сегодня восхищаюсь с вами, ребята. Вы заявили о том, что вы готовы быть первыми. Как так, когда мы, мое поколение, вступали в пионеры. Мы говорили, пионер – это значит первый. Это значит, если где-то нужна я, и моя помощь, мои знания, я там буду первой. Для того, чтобы стать частью «Движения первых», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Далее нужно проявлять свою активность в проектах организации. Тех, кого посвятили в этот день, уже доказали, что они достойны быть первыми. Они уже и письма на фронт писали, и организовывали мероприятия на различные праздники. Акций у нас, на самом деле, очень много каждый месяц. А также ребята, многие уже участвовали в проектах и региональных, и федеральных. Ученица девятой школы Карина Халимова участвовала в волонтерском мероприятии, в рамках которого ездила в дома престарелых. За проявленное желание помогать людям старшего поколения ее официально приняли в «Движение первых» и вручили специальный значок. Когда я вижу, как радуются пожилые люди, это наполняет меня таким чувством, что я что-то значу для этого мира. Молодежный проект «Движение первых» дает хорошую возможность подрастающему поколению проявить себя в разных сферах общественной и культурной жизни. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Покорили лед виртуозной игрой и растопили сердца болельщиков. Мисайлова прошел матч между сборной «Легенд хоккея» и командой жителей Ленинского округа. За передачами и бросками следила Инга Инчук. Предпоследний матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор», который реализуется в Московской области по инициативе и поддержке губернатора Андрея Воробьева, обещал быть захватывающим. Команда жителей округа была настроена решительно. Понятно, что мы играем с такими легендами высочайшего уровня. И, конечно, задача есть сыграть хотя бы в ничью. Но амбиции никто не отменял. Постараемся, конечно, выиграть. Мы всегда нацелены на победу, но в хоккее бывают разные ситуации. Можно проиграть, можно выиграть. Главное – сделать максимум. Соперники легендарные. Это очень здорово, когда получается встретиться с ними на той площадке. Капитаном команды жителей стал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он отметил, что серия таких игр позволяет подрастающему поколению попробовать свои силы в игре с чемпионами. У нас же команда состоит из трех частей. Пятерка жителей, пятерка детей и пятерка администрации нашего города. Поэтому я уверен, что на детей у нас вся надежда. Они точно победят. У юных хоккеистов действительно большое будущее. Перед основным матчем на лед вышел двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков и провел мастер-класс для начинающих спортсменов. Семилетний Артем Пашко показал внушительные результаты, забросив за время тренировки четыре шайбы ворота противника. Какая у тебя мечта? Мечта стать легендой хоккея. Перед матчем со ступительным словом к собравшимся обратился министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов. Хотелось бы сказать огромное слово благодарности команде легенды. Практически каждый выходной приезжают в городские округа Московской области и проводят такие вот матчи с жителями. Будем продолжать ездить, будем продолжать открывать новые площадки и устраивать на них подобные праздничные матчи. За сборную команды легенд хоккея выступили олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Образцовая команда вышла на лед не с целью одержать победу, а чтобы получить удовольствие от любимой игры и показать красивый хоккей для болельщиков. Возможность вспомнить те времена, когда мы играли. С нами всегда участвуют мальчишки, местные жители. Голова сегодня выкатилась играть. Так что праздник спорта в новых районах приобретает особый смысл. Школа, спорт, дети, хорошая погода, праздник. Мы должны праздновать 8 марта. Девушки, будьте счастливы все. Этот матч посвящается как раз с нашим любимым женщинам. Нет такой задачи, во что бы то ни стало приобретать. Самое главное – встреча с болельщиками, с жителями городов. Самое главное, что мы все радуемся хоккею, радуемся встрече. Ленинский район – один из таких спортивных самых районов. Самое главное, что есть каток, куда можно прийти с семьей, покататься, провести вместе время. На самом деле большой праздник. Очень интересная программа у губернатора. Праздник для жителей. За матчем легенд следили более трех тысяч болельщиков. Атмосфера праздника спорта никого не оставила равнодушным. Матч окончился победой звезд мирового спорта со счетом 9-5. Инициатива проведения игр «Легенд хоккея» с командой жителей активно поддерживается и будет продолжена. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошел матч премьер-лиги чемпионата России по баскетболу среди женщин с участием нашей команды «Спарта-НК» и «Ники» из Сыктывкара. Кто одержал победу, узнаем у Юлии Стаферовой. Видновская команда «Спарта-НК» встретилась в 26-м туре премьер-лиги с баскетбольным клубом «Николу Залес» из Сыктывкара. По ходу первой четверти подмосковные баскетболистки отрывались на 9 очков со счетом 19-10. Однако перед заключительной 10-минуткой команда из столицы Коми лидировала. Счет был 45-64. За минуту до конца матча разница в счете достигла 25 очков. Счет составил 60-85. А закончилась встреча крупной победой «Ники Лу Залес» 65-88. Видновская команда поначалу крупно вела, но затем почему-то начали мазать часто. И вот уже гости перегнали. Во втором этапе чемпионата команды, занявшие с первого по восьмое места, попадут в плей-офф, где будут играть на выбывание. Три команды, не попавшие в плей-офф, разыграют места с девятого по одиннадцатое в итоговой классификации чемпионата России этого сезона. Плей-офф стартует 1 апреля 2024 года. Это регулярный этап. Осталось совсем чуть-чуть до стадии плей-офф. Буквально четыре игры. И вот сегодня мы видим напряженную игру. Я думаю, что и дальше мы увидим красивый баскетбол. Задачу мы в восьмерку попасть решили, но нужно готовиться к играм плей-офф. И, соответственно, через каждую игру с любым соперником готовимся к серии плей-офф. Следующий матч «Спарта-НК» проведет в Екатеринбурге. Наши баскетболистки сразятся с местной командой УГМК в поединке регулярного этапа чемпионата России в премьер-лиге. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Руководство видовских парков всегда готовит тематические программы по случаю тех или иных событий. Не стало исключением и 8 марта. О том, как прошло праздничное мероприятие в Центральном парке, расскажет Дмитрий Книга. В рамках губернаторской программы в Центральном парке города Видное прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Как всегда, организаторы подготовили разнообразную программу. Каждым годом посетителей становится все больше. Особенно в праздничные дни. Все приходят с семьями. Поэтому, да, мы надеемся, что будет еще больше в этом году. Самые маленькие участвовали в конкурсах и подвижных играх. Мальчики и девочки разбились на команды и проходили испытания. Посетители парка постарше могли выбрать в качестве подарка к празднику сувенир на ярмарке ручной работы, которую провело сообщество «Видные мастера». Сегодня у нас мыло и игрушки. А так в нашей группе девочки делают ростовые цветы, банты для деток. Потом, что еще, эпоксидной смолы очень много. Ну, не знаю, представлены, наверное, все виды творчества, какие только возможны. Рядом проходил мастер-класс по росписи пряников. Ребята с удовольствием выводили узоры из глазури. Детишки расписывают по одному пряничку, сами украшают, сами украсили, сами съели. Женщины пребывали в хорошем настроении, делали фотографии и играли со своими детьми. Рисовали пряники. Ну, ребенку интересно и потом вкусно тоже. Мы живем рядом в зеленых аллеях и нам нравится мероприятие, которое здесь проходит. Сегодня здесь очень трогательно, приятно. Нравится, что очень много мам гуляет с детками. И в целом такая душевная весенняя атмосфера. В свою очередь мужчины поздравляли женщин с 8 марта. Желаем радовать нас, мужчин, своим вниманием, заботой, любовью, оставаться такими же прекрасными и наполнять красотой и любовью. Моя жена, моя дочка. Ура! Завершением праздника стал концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Дворца культуры «Видное». Даже прохладная погода не смогла повлиять на весеннее настроение собравшихся в этот день в Центральном парке. Родные жены, мамы, бабушки и дочки от всей души примите вы поклон от нас. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова